всем привет давайте сегодня взглянем что нам предоставляют бесплатные ассеты сентябрь 2023 год 1 это у нас архивиз интерьера да то есть мы сейчас его посмотрим вот такие вот изображения под разными получается скажем видами освещением до люмен global illumination здесь то же самое то есть переключение определенные давайте запустим проект и посмотрим как это все выглядит в реале в данном случае у меня сейчас стоит люмен и мы запустим но освещение принципе да отлично почти есть небольшие такие засветы даже по сути большие я бы сказал может не хватает темных оттенков ну так как это архивиз давайте посмотрим на сеточку она у нас будет такая шикарненькая так скажем полигонаж высокий естественно так здесь у нас есть 2 комната мы сейчас туда залетим если мы переключимся на шейдинг естественно прозрачные у нас это стекло они у нас высоких это максимальных значениях белое это прям совсем отвратительно до красные это еще терпимо давайте перейдем другую комнату здесь мы тоже взглянем такая кровать тубочки но такой дизайн симпатичненький только в телевизор какой-то непонятный просто какая-то коробочка так перейдем к следующему это был из холл выглядит прилично симпатично такой так скажем боярский стиль тарелочки давайте посмотрим вообще как он там поживает плане 3d так мы загружаемся левел полос холл демо так сейчас конечно будет проблемно потому что я переключился на люмины да ой было нормально а здесь к сожалению она уже затемнело давайте попробуем переключиться это у нас рендеринг люмины мы в новом ключе space так но уже более-менее да можно будет пролететься так проверим что у нас пролеты здесь камера загружается в секвенс давайте просто посмотрим что это вообще и себя представляет и по окончании мы посмотрим уже какие шейдеры и какие полигональные сеточки наших моделей ну в общем здесь как вы видите большая часть все-таки повторений то есть один стол один стул два фужера подсвечник и вот фигуры только лишь статуи различные а так интерьер практически один и тот же но возможно он сверху отличается картины ну а не сдублированы и внизу тоже так же сейчас мы пролетаем так включаем нашу полигональную сеточку я на просто ужас это прямо отвратительно честно говоря но это тоже какой-то архивис прям совсем но как видите большая часть зеленые темно-зеленые это еще нормально красный это у нас стекла прозрачные тоже симпатично хорошо то есть здесь проблем не будет ну да картина везде повторяются эти мы уже видели наверху в общем если у вас какой-то дворец это действительно вам подойдет вот эти блики конечно от солнца они прям совсем поиздевались все-таки хочется посмотреть на статуи третье это у нас базовый мультиплеер мили комбат систем очень хорошая вещь если вы хотите какую-то систему для боевки сделать давайте взглянем что она из себя представляет это у нас здесь есть мультиплеерная часть есть синглом поверная но и тест мы мне заходить не будем там как это бесполезная ерунда зайдем сингл player и запустим нашу нашу вот эту так скажем игру здесь написано управление control да мы ударяем защищаемся как видите а им ассет у нас работает то есть мы можем так защититься можем так защититься далее когда вы нажимаете правой и удар и он ударять щитом вот так и потом второй раз он ударяет мечом непонятно почему он сейчас не стоит защите хотя и нажимая правой клавиши также есть удар ногой далее вы можете убрать вообще оружие но я предполагаю здесь можно как-то подобрать другой вид оружие но почему-то я так и не нашел этого переключиться на первое лицо давайте можно что это так но понятно короче когда убрал оружие почему-то он уже адекватно не работает здесь естественно на косяк вот давайте ударим ногой по бачке и у нас естественно надо показать фпс что-то мне подлагивает но 116 ладно нормально почему то как видите быстро и резких ударов было я защищался меня оглушили при этом также можно допустим от первого лица пинуть и драться ну как говорится можем попинать его давай . . да ну как-то короче не отрабатывает по низу он ведь удар проходит выше да такие вот небольшие проблемки но как видите да здесь нормально мультиплеер тоже все отлично работает здесь у нас три персонажа против трех персонажа загрузочка идет такая скажем подготовка отсчет до начала боя и здесь естественно тайм группы а группы б помощью которой вы будете скажем сражаться я просто сейчас проверяю можно ли вообще несколько раз нажать ой меня убили и все и бой начинается заново но это конечно тупо потому что когда вы убиваете противников они респаются заново естественно и если сделать вот так вот персонажа на эту штуку можно накинуть не получается вот я наконец-то накинул его на колье то есть видите да вот и персонажа убили и он заново появился его то же самое а почему мы не можем также появляться в общем здесь идет бой до 12 и и кто побеждает естественно пишется там так перейдем к четвертому виду это у нас сейф-хаус такое убежище безопасный дом в общем вещь интересненькая давайте взглянем но только только есть небольшие проблемы полигонаж почему-то там очень высокий я не понимаю почему ну я могу предположить что это для вертекс на вертекс на рисование по модели то есть если мы видим да вот здесь вот все это из блоков состоит определенных здесь здесь то есть все это блочная система и как бы все вот так вот это выглядит давайте переключимся гейм мод чтобы мы могли летать так вот такая вот здесь такие вот модельки симпатично не особо не видно прям крупных таких а грех как будто готовилась под определенную какую-то игру так скажем почти би класса видите да здесь мониторы такой вот стол прям усыпанный все мелочами какими-то элементами здесь есть вот такая вот для заданий карта к сожалению вот эти стикеры они прямо находится на карте их нельзя будет сдвинуть ну возможно и можно как-то сдвинуть либо из текстуры вырезать свою текстуру здесь на эту допустим доску накинуть все остальное вот здесь оружие есть патроны банки тушенка как говорится небольшие растения естественно которые запрещено говорить и употреблять но в некоторых штатах америки их можно далее здесь тоже вид оружие патроны газ и всякие элементы для смазывания здесь вот снова консервы где-то я видел еще открытые консервы но наверное где-то где-то валяется в общем там можно суп смотреть даже как выглядит здесь пустые но в отдельной части там было видно здесь такая вот сеточка вентиляция оборванная в виде алюминиевые так скажем полиги наверное я не понимаю что это не похоже на железо похоже на фольгу так включаем и как вы видите тут прям жесть почти каждые два сантиметра у нас полигон это очень много очень много но хотя как видите фпс 120 держится отлично переключаясь на шейдеры мы сейчас это все увидим все становится зеленым то есть человек который создавал это большей части материалом работал хорошо но если конкретно говорить то что здесь у каждого ой у каждого предмета получается текстурный атлас то есть не то что у каждого а у какого-то количества предметов допустим здесь вот этот журнал тюбик лабриканта далее у нас там идет салфетки и еще что то вот кстати открытая баночка это все и радио находится в одном текстурном атласе то есть вы можете взять вот этот предмет но у вас будет текстурный атлас на 3-4 предмета из-за этого оно такое все зеленое здесь в общем но постарались поработали машина конечно выглядит как-то не так не так как необходимо но можно использовать ладно внутри машины кстати ничего нету мы залететь в нее не сможем но поверьте мне на слово я залетал так такие вот здесь здесь не проработал кабель даже вниз уходит куда-то ну классно классно симпатично я предполагаю что вот у этих моделей все-таки есть какие-то части которые могут можно разукрашивать давайте посмотрим мешпейнт ну я не знаю какой мог здесь использоваться цвет но как видите в данном случае скорее всего нету либо этот не знаю ладно я представил но на самом деле скорее всего не так следующее у нас система квестов я уже я к сожалению открыть сейчас вам не смогу но здесь есть такой вот эдитор который вы можете составить определенную схему для своего диалога есть также виджеты которые будут вам показывать все это здесь вы можете настраивать да то есть определенные задания допустим убить пять монстров время на это выполнение если вы выполняете там это выполняется если выполняете допустим раньше или позже допустим какой то идет по другой ветке ну я предполагаю что это одна из хороших вещей но в ней надо будет разбираться естественно смотреть документацию от разработчика который он должен был прописать так да документация есть превью есть давайте превью посмотрим как это все у него там выглядит вот он составляет определенные какие-то я не понимаю он там быстро что-то нажимает или копирует просто вставляет текст какие-то как видите да он здесь автоматом настроил задание и здесь уже накидал так но выполнение что-то я не вижу здесь просто накидка задания ну в общем посмотрите 11 положительных отзывов это уже хорошо так что берем на этом мы заканчиваем с пятью ассетами которые только лишь на месяц бесплатные в дальнейшем они станут снова платными то есть они снова станут свои стоимости окупать далее мы идем уже по бесплатным это у нас motion animation это анимация нашей мышечки да то есть и каких-то элементов но я не понимаю что это вещь непонятно пишите свои вопросы разработчику чтобы он прям конкретно написал что здесь происходит потому что даже прочитав перевод непонятно что он там не предугадывает результатившие движения после создания ключевых кадров что это не знаю color picker он mouse это такое у нас плагин которое позволяет нам определить на том месте куда вы наводите мышку то есть и вам показывает значение цвета есть есть ли вообще понимание для чего это но не знаю может быть кому-то это и нужно сплайн крафт вейн создание каких-то элементов да написали здесь простых элементов и статической сетки в общем здесь показали простое далее выставили какие-то мыши и вот составили колизей в виде простого элементарного элементарной части также здесь накидали заборы как можно сделать да заборы то есть если вам необходимо вот прям идентично подкидываете но здесь какие-то проблемы смотрите здесь у нас landscape такого да то есть определенные размеры здесь возвышенность здесь нормально то есть по landscape он некорректно работает значит здесь какие-то есть проблемы но здесь вот тоже он летает здесь стоит на landscape непонятно но может быть просто не подгонял а может он вообще не зависит от landscape непонятно здесь что что из этого происходит но здесь показывает забор в основном короче для заборов вот такие стены бессмысленно какие-то создавать но это предположительно вообще здание отдельное вот построение дома но это кстати хорошая система из него можно строить вот такие здания с определенными элементами то это круто но естественно здесь полов нету потолков и других каких-то элементов дверей и что-то подобного так так идитор органист tools да так вещь интересно здесь для оптимизации вы можете смотреть сколько у вас памяти сколько полигонов элементов каких-то да то есть его мапы в общем для элементов вот здесь показывает сколько треугольников находится значит здесь 48 треугольников естественно значит сторон здесь порядка двенадцати примерно предположим а может быть больше двадцать четыре так что здесь еще есть в общем надо читать что он себя может составить но это так чисто для информации то есть вы можете тыкнуть на каком-то предмете и посмотреть быстро либо посмотреть в браузере самого проекта но это кому необходимо вот ev map надо ли это смотреть то есть это по сути то же самое что вы можете зайти в мышь только здесь вам не надо заходить мышь вы можете открыть эту это окно и смотреть здесь в общем если интересно качать блуфиш профессионал видео ай о для захвата видео изображение и так далее с помощью карточек которые не дают задержки какой-то определенной но это вариант для каких-то действительно профессионалов которые работают с трехмерными объектами визуализации и так далее универсальный интерфейс непонятно что это за интерфейс что здесь везде написано универсальный интерфейс работающий с и что это не знаю или для чего он вообще работает тоже нет описания детального хотя один положительный отзыв интересно человек видимо разобрался attachment sync это штука для так скажем attach к вашему оружию каких-то элементов магазин далее у нас мазал это что у нас видимо глушитель да там оптики каких-то элементов поддержки и короче всякого всякой ерунды то есть здесь вы можете подключив этот компонент настраивать что вам необходимо вот здесь вы выделив компонент прописывайте название элементов и далее уже по ходу создаете их элементы вот здесь вот есть большой список который вы можете дополнять не знаю как это работает но надо смотреть естественно возможно это оружие есть в этом ассете со всеми элементами но если вы какую-то делаете шутер возможно оно вам действительно пригодится это у нас система нот и функции для математических вычислений вещь отличная но естественно как я вам предыдущих разах говорил там то есть там тоже нам выдавали математические какие-то функции берите их но часто вы ими пользоваться не будете возможно здесь переменная процент в общем difference value в общем сначала надо наводить на нода потом переводить для чего она вообще используется что она выдает вам в итоге очень много для массивов для обычных элементов типов так скажем переводы из массива допустим булина до массив integer интересно конечно что это из себя представляет ну ладно представим что булин это нолик единица и естественно здесь она выходит да true и false у нас является либо 0 либо единица допустим перевод из стринга в integer тоже не знаю что выйдет на здесь на выходе на итоге интересно в общем как видите да всяких математических действий здесь очень много это только лишь на скриншотах консоль команд helper вот это я точно вам рекомендую взять обязательно то есть вы здесь можете вписать необходимые консольные команды и потом уже их использовать то есть просто нажимаете execute и вводите уже так скажем использование но это чисто для разработки то есть в игру вы эту консольную команду не ведете то есть если вам надо быстро показать фпс сейчас вы здесь щелкаете на этой вкладочке если вам надо ambient экклюзион переключить в какую-то версию на уровне включить блум повышенный какой-то да блюр естественно и вид качество по камере и так далее то есть здесь естественно просто вот эта штука возможно введенными уже этими элементами но часто вы просто вводите свое и используете групп print table developer settings они понимают для чего она вообще нужна потому что она вводит ваши файлы ини вашего проекта какие-то изменения это же чисто для разработки ну для конечного проекта это бессмысленно скорее всего а хотя может быть и для конечного проекта это тоже можно использовать какие демидж ю ай это показ вашего дамага либо дамага вам здесь тоже непонятно японский язык не совсем объясняет как это а китайский но здесь есть репликация в общем если вам необходимы репликация то можно использовать вот это по дамагу далее параметрик kernel кер kernel box да параметрический куб кернула здесь у нас показывается как использовать освещение в данном случае это люмины статик и пафтрейсинг в общем здесь посмотрите как можно настроить в своей комнате эти виды освещений и как это все будет выглядеть в реале интересненько обязательно скачаю посмотрю далее create edition собствен direction from blueprints для чего тоже непонятно это у нас редактирование системы прямо из чертежей редактирование чего файлов каких-то временных промежутков или я не здесь смотрел это в общем непонятная штука а ну вот да файл time stamp зачем редактировать временной часть какого-то файла неизвестно далее у нас eos integration kit это интеграция системы от epic games да у них есть онлайн сервис с помощью которого вы можете подключаться к лобби да то есть создавать звуковые чаты создавать и подключать друзей в общем как-то надо начинать по этому видосике но пока не знаю по времени не могу определиться и когда это все начинать вещь наверное относительно ненужная но взглянуть на ее можно и здесь тоже самое только лишь интеграция голосового чата здесь подключение ваших ваших противников либо наоборот друзей против голосового чата дженерик месседж плагин тоже непонятное описание что это из себя представляет получайте и отправляйте сообщение повсюду куда чему почему в общем посмотрите почитайте более конкретное описание зацикливаться на этом я не буду здесь короткие описания если я читаю что что-то непонятное значит я дальше не смотрю как говорится ссоре здесь паевый браузер но вещь интересная чисто посмотреть как это все работает так тоже мало кому необходимо но если вы только не делаете вот из VR что-то просмотр каких-то файлов ваших либо делать какую-то не знаю операционную систему в движке прям то есть в которой вы сможете свои же файлы смотреть допустим самой игре но это было бы прикольно а на этом все у нас мы посмотрели все необходимые ассеты которые бесплатны и если что не забывайте что любой из этих ассетов которые у нас раздаются сейчас бесплатные могут стать платными так что если вы увидели какой-то интересный берите сразу не забрасывайте надолго а на этом все всем пока до скорой встречи нахл и не забывайте